Меня зовут Андрей Длигоч, я буду модерировать сегодняшнюю финальную панель о будущем. Давайте поприветствуем Василий Хмельницкий, основатель холдинговой компании U-Future, инициатор Киевского международного экономического форума и, конечно, форума инновационных производств. Где удобнее? Да, есть пока возможность выбирать. Константин Ефименко. Константин, который известен как один из лучших менеджеров, управляющих менеджеров производственных компаний, сейчас президент компании Biopharma. Константин, приветствую. Человек, с которым не так давно у нас была очень такая яркая дискуссия в Фейсбуке, с традиционным братанием после. Человек, который создал удивительный бизнес, которым действительно Украина может гордиться, Владислав Чечеткин, основатель и управляющий спивластный розеткой. И Вячеслав Климов, сооснователь новой почты, компанией, без которой мы вряд ли теперь представляем нашу жизнь. Ну вот, началось, началось. Мы, да, действительно рассчитываем на конфликт. Рассчитываем, поскольку последняя панель, она должна стать самой запоминающейся. Поэтому давайте начнем с такой провокации. Много компаний в настоящее время считают, что стратегия бессмысленна, потому что будущее непредсказуемо. Там какой-то туман, поэтому стратегия стала запретным словом для многих компаний. Живем или понакатанно, или инвестируясь на операционку. Как у вас? Как вы считаете, в это время может ли быть стратегия у среднего бизнеса, крупного? Нужно ли вообще смотреть в горизонт нескольких лет? Кто начнет? Давайте, Василий. Я смотрел, я видел эти книги, стратегия не работает, финансовый план не работает. Модные книги для тех, кто не занимается бизнесом. Это точно модные книги. Если вы бизнесмен, вы четко должны иметь свою стратегию. Допустим, у меня в компании есть стратегия на 5 лет и есть стратегия на год. Но, конечно, я прекрасно понимаю, что стратегия на 5 лет может меняться. И на год, наверное, будет меняться. Но план, куда мы идем, какие рынки мы должны освоить, где мы должны победить, кто наши конкуренты, что мы будем делать через месяц, через полгода, конечно, у меня есть. Больше того, мою стратегию знает вся компания, не только я. Поэтому стратегия должна быть, она должна быть гибкая. Мы, как руководители бизнеса и владельцы, мы понимаем, что она будет меняться. Мы будем к ней адаптироваться, но я не вижу другого варианта, чем четко иметь свою стратегию. Василий, у вас вот в бизнесах, у вас много самых разнообразных бизнесов. Как строится стратегирование? Это делают условно-консалтинговые компании и потом вы сообщаете стратегию сотрудникам или вы втягиваете сотрудников в стратегирование? Нет, смотрите, мы никогда не нанимаем стороннюю компанию, чтобы сделала нам стратегию. Я считаю, что это не работает. Тем более западная компания, которая не понимает нашей ментальности, нашей культуры, пишет о такой дорогой красивый бизнес-план, какую-то стратегию. Которая никогда не внедряется. Стратегия работает, если я владелец в ней участвую, если менеджмент участвует, CEO участвует. И, наверное, пару людей, которые, может быть, западных специалистов, которые чувствуют тренды в том, что я хочу построить стратегию, потому что нам всегда надо новые какие-то мозги, новые подходы. Но обязательно я должен участвовать. Больше того, меня удивительно, когда министр какой-то делает стратегию, заказал какую-то крупную компанию, а потом менеджер ее презентует, а все сидят в зале и хлопают. Если министр делает стратегию, он должен презентовать, он должен чувствовать каждый элемент этой стратегии, он должен понимать. Поэтому весь мой менеджмент участвует в том, что делает стратегию. Ну и, конечно же, мы берем людей, которые в чем-то понимают лучше, чем мы, потому что мы не все сами знаем. Это точно. Спасибо. Вячеслав, кто у вас доставляет будущее в виде стратегии? Смотри, я считаю, что нынешнее время, которое очень турбулентно и требует большой гибкости, неимоверно требует в том числе сформулированной стратегии. Сейчас время, когда, давайте я по-другому сформулирую, отсутствие стратегии наиболее опасно для бизнеса. Ты можешь запутаться, ты каждый день получаешь какие-то тревожные новости, каждый день что-то меняется, и сформулированная стратегия, подчеркиваю, сформулированная как документ, желательно распечатанная, доведенная до максимального уровня сотрудников, это, в принципе, это маяк. Он всегда был маяком, да, по классике. Но мне кажется, что как раз в спокойные времена важность стратегии как документа была меньше, чем сейчас. Абсолютно другой вопрос, что ты должен быть очень адаптивным, ты должен быть гибким, и ты должен принимать тактические решения практически каждый день. Ты должен смотреть ежедневные показатели, какие-то метрики, ты должен смотреть метрики каждую неделю, каждый месяц и так далее. Ты можешь менять бюджет. Конечно, бюджет может меняться, но это не имеет никакого отношения к твоей стратегии. Если ты будешь условно штурвал своего корабля вращать на 180 градусов, в зависимости от какого-нибудь поста в фейсбуке или от новостей о курсе гривны или о курсе доллара, тогда ты запутаешься. Поэтому мы с каждым… Чем более турбулентная становится среда, тем более качественно мы относимся к процессу стратегирования. Сейчас есть в компании стратегия на 5 лет, как и у Василия Ивановича. В данный момент идет разработка горизонта планирования 10 лет. Мы хотим заглянуть на 10 лет вперед. Индустрия очень капиталоемкая. И мы несколько раз уже наблюдали, например, во время строительства сортировочных центров многомиллионных, когда мы достраивали какой-нибудь суперсовременный сортировочный центр, и оказывалось, что нам уже в момент запуска он нужен в два раза больше. Это значит, что у нас как раз были недостатки к четкой стратегии. Это претензия к нашей стратегии. Поэтому живем с 5-летним горизонтом, разрабатываем 10 лет. Методологически, как это делается, активнейшее вовлечение собственников вместе с топ-менеджментом. По сути, мы, как собственники, являемся, наверное, основными драйверами разработки стратегии. Естественно, менеджмент знает больше нас. Естественно, нужно привлекать экспертизу внешнюю, консультантов, форумы и так далее. Информации вокруг много. Но мне кажется, что один из таких больших грехов неправильного стратегирования это полагаться, что менеджмент обязан написать стратегию. По крайней мере, у нас это не работает. Поэтому собственники глубочайшим образом вовлечены в процесс разработки стратегии, кайфуют от этого, и мы считаем, что это наша работа. Ну вот он, прекрасный кайф. Константин, у вас это кайф. В производственном бизнесе уж сложнее не смотреть на несколько лет вперед, учитывая циклы строительства, потом циклы окупания. Как вы смотрите, особенно в фармацевтике? Смотрите, давайте я расскажу, как у нас в фармацевтике. Безусловно, когда ты достигаешь определенного уровня, определенного размера, без стратегии жить нельзя. У нас разработана стратегия и утверждена советом директоров, в котором два независимых директора. Один из Соединенных Штатов Америки, один из Швейцарии. Это лидеры нашей индустрии, из топ-компаний. И у нас она утверждена советом директоров на пять лет. Финансовое планирование мы уже делаем на три года. На какие вопросы отвечает наша стратегия? Первое, она отвечает, что мы хотим. Первое, какие мы более решаем. Например, в Украине должно быть 8 тысяч людей, которые болеют первичными иммунодефицитами. Сейчас их тысяча, они не выявляются, поэтому не получают лечение. Мы хотим, чтобы эту проблему в стране решить. Мы хотим, чтобы во вторичных иммунодефицитах выживаемость увеличилась на 15%. Мы хотим, чтобы каждый год 3500 детей не рождались с гемолитической болезнью новорожденных. Потому что проблема резус-конфликта хорошо изучена и легко решается. Мы эту проблему решим. Второе, мы хотим переработать 1 миллион литров плазмы в 2025 году. Это позволит нам сделать оборот 250-270 миллионов долларов и заработать ЕБД порядка уровня 90-100 миллионов долларов. Для этого нам нужно построить 30 плазмоцентров. Но задача стратегии – расписать вот эти задачи по конкретным мелким составляющим. Кто строит завод и к какому времени какая очередь завода должна быть запущена? Кто строит плазмоцентры и в каких городах? Кто покупает аппараты плазмофореза? И в какое время в какие города они проезжают? Регуляторная служба понимает, какие она должна зарегистрировать в каких странах наши препараты. Ну, например, в Украине мы занимаем долю порядка 90%. И в Узбекистане тоже. В Казахстане и в Белоруссии будем занимать больше 90% через 2 года. Но мы еще хотим стать лидером на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Но это связано с миллионом литров переработки. И регуляторная служба должна обеспечить эти регистрации. А для того, чтобы продавать этот продукт в зоне первичного иммунодефицита, должны провести клинические исследования. Поэтому клиницисты не должны изобретать. Понимаете, плохо, когда в компании проходит такая история, знаете, как в анекдоте. Все хотели приглашить на ужин Анастасию Волочкову, а она в это время хотела танцевать в балете. Понимаете, вот когда приходят в компанию и начиная там бухгалтерия рассказывать, что нужно делать, один от один, один второе, а другое третье, то это уже не игра. Если мы играем большую игру и ставим большие цели, то все должны выполнять одну задачу и идти в одну сторону. Это не гарантирует доход до этого результата, но если мы этого не сделаем, то мы точно никуда не придем. Поэтому у нас работает такая стратегия и да, хорошая идея, мы будем рассматривать, тоже планировать на 10 лет. Это работает и работает очень круто. Спасибо, Константин. Ну ладно, это производство, производство, но в интернете же все не так. Там все непредсказуемо, там невозможно смотреть и на месяц вперед. Как быть? Ну, в общем-то, стратегия отвечает на самый главный вопрос для нас. Что делать и чего не делать. И чего не делать, это очень важная составляющая, потому что, особенно в молодости, особенно в начале бизнеса, тебе кажется, что вокруг тебя столько возможностей. Хватил одно, бросил, схватил другое, третье, двадцать пятое. Или схватил сразу все, ничего не бросил. И потом, в общем, получилось, как получилось. Это очень важная составляющая, особенно для молодых бизнесов и для бизнесов, которые находятся, в принципе, как все мы, в общем, сейчас находятся в быстро изменяющемся мире. Как говорил Вячеслав, это маяк, это то, как бы, куда вы видите, куда вы должны прийти. Можно ли там ошибиться? Можно. Может ли быть какой-нибудь другой корабль, грубо говоря, принят ночью за маяк? Может. Но это означает, что просто не надо идти, зажмурившись, и ничего не менять до тех пор, пока вы не наткнулись на какие-то там скалы, скажем так. Розетка планирует на 5-7 лет. Это очень туманная перспектива. То есть мы очень слабо представляем себе, примерно очень представляем себе, что будет через 7 лет. А дальше это идет ниже и ниже. То есть 7 лет туманно, 3 года вполне осязаемо, а уже года или два это абсолютно четкие планы, которые говорят, когда что должно быть сделано. И то, что говорил Константин, когда должен быть построен какой склад, или когда какие контракты должны быть заключены, или еще что-то. Потому что даже если говорить про пусть будет более простой торговый бизнес, чем производственный, мы все равно должны заказывать на производстве товары для того, чтобы было чем торговать за полгода, за 9 месяцев. И по-другому не получается. Если посмотреть назад, мы помним, когда мы были, я помню, когда мы были маленькие, когда все впереди было более, ну, казалось, что впереди гораздо больше тумана, чем кажется сейчас. И мы как бы жили одним днем, завтра будет новый день, завтра будет новая стратегия и так далее и тому подобное. Это приводит к большим проблемам в будущем, потому что вы не можете рассчитать. Вы постоянно тушите пожары, сегодня пришли больше клиентов, чем рассчитывали, завтра какой-то товар не приехал, который вы думали, что должен будет приехать и так далее. И это проблема на самом деле планирования, хотя это такое слово очень, знаете, опасное в свободной экономике. Но, тем не менее, это проблема планирования и проблема отсутствия стратегии и там какое-то целеполагание, как производная стратегия для вашего бизнеса. Спасибо. Ну, кто-то говорит о том, что новая реальность уже вот она, кто-то говорит, да ну, это все миф. Приезжаешь на форум инновационных производств и тут встречаешь, вот объясните мне, как встречаешь Андрея Выдыша, который запустил производство гитар, Джей Ливингстон, встречаешь ребят, которые делают вертолеты и это все происходит одновременно. Какое это будущее? Больше людей или больше технологий. Ну, вот новая почта заявляла о беспилотной логистике. Там пять лет назад мы еще обсуждали, что за этим будущее. А есть ли за этим будущее? Есть ли за этим реально некая новая нормальность? Как сейчас новая почта оценивает вот эту самую новую реальность? Чем она отличается от старой реальности? Ну, смотри, мы продолжаем, если вспоминать про перспективы каких-то беспилотных средств, мы продолжаем их тестировать. Например, там в ближайшее время мы полетим из Киева в Харьков на беспилотном самолете грузовом. Абсолютно уверен, что благополучно приземлимся. Вот, поэтому продолжаются тесты. Новая почта уже поставила более 7 тысяч почтоматов по всей Украине, которые, как ты говоришь, беспилотно выдают посылки. Да, что тоже… То есть там никого нет внутри? Там никого нет, да. Там нету этих маленьких зверят, которые что-то загуртают у фольгу, да, как говорилось в старой рекламе. Поэтому, на самом деле, нельзя говорить о… Наверное, о том, что наступила новая реальность. Наверное, говорили и на бизнес-форумах, например, в 1800-1900 году в Лондоне, например. Я абсолютно уверен, что так и говорилось. И в 28-м году 1900 так говорилось. Всегда наступает новая реальность. Уже завтра наступит новая реальность. И на самом деле, ну, для того, чтобы выжить в этой новой реальности, ты, во-первых, должен держать нос по ветру, да, ты должен постоянно быть готовым к изменениям. Ты должен постоянно меняться сам. Ты должен постоянно заставлять или, как бы, мотивировать свой менеджмент меняться. И тогда ты будешь успевать за этим. Появляется еще один признак, на мой взгляд, новой реальности. Это то, что конкурентное давление или конкурентную опасность создают новые бизнес-модели. Даже не продукты новые, даже не новые технологии, а новые бизнес-модели. Ну, например, мог ли кто-то из больших ресторанных сетей представить себе 5 лет назад, что они будут находиться под угрозой из-за IT-платформ? Ну, вот, трудно себе представить, наверное. Я даже не уверен, что в стратегии Макдональдса, в графе рисков, было написано, что может прийти некая IT-платформа и отобрать там, или попытаться отобрать 30 или 40 процентов маржи, да. Тем не менее, это происходит сейчас. Поэтому даже на уровне появления новых бизнес-моделей, а не продуктов и технологий, оттуда даже может приходить опасность. Поэтому, опять-таки… Могу здесь тебе неожиданный вопрос задать. Да, конечно. Что, новая почта проморгала эту IT-платформу? Мы не проморгали. Мы, собственно, сами становимся такой платформой. Но, опять-таки, только потому, что в культуре компании это быть параноиками и постоянно ждать опасности, конкурентной опасности даже оттуда, откуда ты ее не ждешь. Вот, Василий, мне кажется, что вы создали совершенно идеальную модель для понимания новой реальности. Вы сделали пространство, где есть и новое производство, и юнит-школа, где люди с идеями учатся, и у вас теперь запущен фонд стартапов. То есть та самая возможность увидеть все новые идеи прямо здесь, прямо рядом с вами. Какой должна быть компания, чтобы она понравилась Василию Хмельницкому и попала в зону его интересов? Прибыльной, прежде всего. Потому что мы, бизнесмены, прежде всего зарабатываем деньги. Когда мне начинает человек говорит, мы когда-то был стартап, он в лифте едет и старается продать мне свой стартап. Ну, это было бы как такое немножко шоу. И он мне, всего у него две минуты, и он рассказывает, какие у него рынки, какие у него продукты. Я говорю, слушай, расскажи мне, сколько ты зарабатываешь, и сколько я на этом заработаю. Буквально одну минуту я скажу, о, мне это интересно. И я начинаю с тобой рассуждать. Потому что когда рассказываешь про себя, какой ты крутой, какой у тебя продукт, если я не вижу, что я там заработаю, я туда не проинвестирую. Просто я бизнесмен, а бизнес – это о деньгах. Теперь про новую реальность. Ну, ребята, бесспорно, когда я читаю книгу Харари 21-е столетие, то мне страшно. Беспилотные автомобили, рестораны без людей, грузовики беспилотные, заводы без людей. Ну, честно скажу, и там все время написано, скоро, это скоро. Скоро – это когда? Вот мне интересно. Вот я читал их там пять лет назад, вот прошло, едут в Белой Церкви беспилотные автомобили. Кто-то видел хотя бы одного беспилотного автомобиля в Белой Церкви? А когда он появится, скажите мне? Тут скоро в Харьков самолет полетит. Смотрите, скоро – это, наверное, через 20-30 лет, а может быть, 40. Теперь, если опасность – есть опасность, честно. Я сегодня утром говорил, да, вот ребята заработали немножко денег, купили уже робот, который меняет сварщиков, и уже 4 сварщика уволили. Сейчас заработают еще, и еще купят следующего робота, и еще 4 сварщика уволят. Да, это реально действительность, да, приходит это на смену, или там мы на заводе скручиваем эти розетки, а с другой стороны можно купить автомат, и уже до 3 года она купается, и снова же мы уволим 3-4 человека. Это опасность есть, мы должны с ней считаться. Но пока все равно еще время у нас есть. Поэтому сейчас меня что драйвит? Это бизнес, который репутационный, который мне нравится, бизнес, который создает новые рабочие места, это производство, я люблю производство. Я там с Костей, когда он строил, мы все время ходим, смотрим, как это строится, это драйвит меня. Ну и поэтому мы строим, мы не отходим от новой реальности. Поэтому юнит-сити, поэтому стартапы, поэтому технологии. Мы должны идти в ногу. Но считаю, время есть, и время сейчас, ребята, еще раз говорю, время начинать зарабатывать, хорошие, большие деньги, лучшее время про бизнес, с чем сегодня, в будущем не будет. Начинайте прямо сейчас. Спасибо, спасибо. Владислав, но интернет-бизнес же архаичен. Недавно было у меня интервью с Чернышевым, Петром, он говорит, да ладно, тот телеком. В телекоме никаких инноваций в последнее время нет. Вот то ли дело у меня было в пиве, вот там было инноваций полно. Как с интернетом? Закончилась там технологическая революция? Все, конец истории? Вопрос провокационный. И если посмотреть, например, на развитие интернета, которое есть в Китае, и на долю продаж через интернет в Китае, и на услуги, получаемые в Китае, мы вот, мы были не далее, чем два года назад, Вячеслав, смотрели на то, что происходит там, и для Украины это пока много лет вперед будущее. Но инновации не заканчиваются нигде, и учитывая, что господин Чернышев говорил про инновации в пиве, которые варятся уже 700 лет или 800 лет, это говорит о том, что место для инноваций есть в любом из наших бизнесов. По последним данным 3,5 тысячи лет варят пиво. Окей. В общем, честно говоря, в нашем случае это не очень меняет исходные данные. Поэтому место для инноваций есть, конечно же, всегда. И интернет-бизнес, в принципе, и любой бизнес, в зависимости от того, насколько он взрослый, скажем так, или насколько он уже долго развивается, просто растет и получает инновации, каждый год их все больше и больше, чем было до этого, но просто на общей массе уже, на накопленном, скажем так, наследстве это может быть менее заметно. Поэтому вопрос провокационный. И если говорить про бизнес-розетки, розетки еще горы того, что не сделано, и того, что должно быть сделано для того, чтобы приблизиться к лучшим образцам, которые есть в мире. Скажи, пожалуйста, как успевать? Вот как видишь, что меняется сама территория электронной коммерции, меняются способы взаимодействия, способы оплат, и при этом ты стратегируешь в тумане на годы вперед, но как потом успеть и вовремя войти? Не нужно ли пытаться опередить как-то уже реализовавшиеся тренды? Как вы вообще на это смотрите? В розетки? Ну, это вопрос на самом деле очень схожий к вопросу, почему у вас получается, а какого-то не получается, и на него нет ответа. То есть, в принципе, мы пытаемся делать и делаем, в общем-то, то, что мы считаем правильным. И как бы, оглядываясь назад, мы видим какие-то вещи, которые мы не доделали или сделали, например, или сделали, например, не вовремя. Но частично ответы на вопрос это все-таки стратегия. Это все-таки то, чего, например, не хватало нам в нашем начале, когда мы пытались сделать все и получалось, как получалось. Вторая часть – это все-таки можно смело, всем нам стоит смело смотреть за пределы своего бизнеса, за пределы своего города, за пределы своей страны, за пределы своего континента. То есть можно смотреть на Китай, можно смотреть на Европу, можно смотреть на ту же Россию, на много, где нас опережает. И черпать оттуда знания, творчески их перерабатывать, это не зазорно и очень полезно. Ну и еще одна вещь, которую я хорошо запомнил со своей учебы, о том, что чем отличается успешный предприниматель от обычного или, скажем, от обычного человека тем, что когда человеку хорошо, он идет пить пиво вечером. А успешный предприниматель идет на вторую смену. Думать о том, как сделать лучше, что не сделано сегодня, что должно быть сделано завтра в первую очередь. И, в общем-то, это такая параноидальная тяга и движение вперед способна на многое. Еще одна очень важная вещь, очень легко успокоиться, считая, что ты лучший парень в своей отрасли. Если все это дело как бы опустить ниже, то ты можешь быть самым богатым человеком на лестничной клетке. Но кого из присутствующих здесь это устраивает? Поэтому… Спасибо тебе большое. Спасибо. Константин, учитывая, какое количество у тебя сфер интересов и действий, ты точно вечером не успеваешь пиво попить, потому что там идут постоянно следующие идеи. Вообще новая реальность для фармацевтики, вообще для медицины, наверное, очень ярко проявилась в этом году и в прошлом году. И Харари, который убеждал, что человечество уже победило все эпидемии, возможно, оказался не лучшим футурологом. Но вот эта самая новая реальность, она что, она дала большую осознанность людей по отношению к своему здоровью? Больше страхов появилось? Больше денег в медицине? Что реально появилось? Посмотрите, давайте несколько слов о Харари. В его 21-м уроке для 21-го столетия он выводит главный тезис, что в ближайшие 100 лет человек будет не нужен, что роботы будут делать сделки между собой, будут продавать сталь, что все будут решать компьютеризированные системы. Но такую глубокую мысль мог сформулировать только человек, который четко понимает, кто создал человека и для какой цели он сюда послан. Это извечный вопрос. Я не думаю, что Харари до него додумался. Поэтому я не хочу вот эти гипотетические теории даже анализировать. Смотрите, можно ли… Маленькое замечание. Мы футурологи не считаем. Харари футурологом, кстати. Смотрите, я промолчу. Он тоже. Да. Давайте, смотрите, можно ли произвести зубную щетку на 3D принтере? Можно. Но послушайте, никогда вы не сделаете это быстрее, стабильнее по качеству и дешевле, чем на обыкновенном термопласт-автомате. Никогда. В этом нет смысла. Теперь второе. Вот Василий Иванович правильно сказал. Ребята купили роботы. Ну, наверное, это манипуляторы, да, сварочные. Допустим, Кука. Понимаете? Тут вопрос что? Это придумал кто-то робот Кука и теперь внедрилась новая технология? А я вам скажу, вопрос в другом. Никто не хочет брать сварочный пост и идти в цех работать. Вот у нас тут сидит тысяча человек. Давайте, если каждый честно признается, кто мечтает о том, что его ребенок закончит школу и пойдет в цех сваривать детали. Поднимите руки. Кто хочет, чтобы ребенок пошел в цех сваривать металлические детали? Руки поднялись только с телефонами. Да. Так вот, смотрите. Остя, у меня просто профессия первая сварщик. Я хочу, чтобы ребенок пошел по моим штопам. Короче, если Василий Иванович пойдет работать сварщиком, он может делать только каркасы для дома, для Билла Гейтса. Да. Это будет у него единственный покупатель. Так вот, я что хочу сказать. О цехе никто пойти не хочет. А колодки делать тормозные надо. Как делать? Да, нужно делать манипулятор. Если никто не хочет своих детей привезти в цех, но кто-то же это делать должен? А скажите мне, нужны инженеры, которые будут манипулятор этот обслуживать. Правильно? Вот кто хочет, чтобы его ребенок был талантливым инженером? Но я думаю, тут точно ответов будет больше позитивных. Правильно? А не будет этот манипулятор работать без этого инженера. Если говорить о фарме, послушайте, каждый вызов дает новые возможности. Ну, например, сегодня есть три типа вакцин, которые запущены. Это матричная РНК, Pfizer-BioNTech. Это аденовирусный вектор, Johnson & Johnson, AstraZeneca. И это NanoVax, который сделан на нанотрубках. Эти технологии известны уже 30 лет. Ни одна из этих компаний не продала по этой технологии ни одной вакцины до 2020-2021 года. Сейчас FDA и EMA разрешили продавать эти вакцины. Но самое главное, что идет за ним? Технология матричных РНК это будущие вакцины от злокачественных новообразований. Это один из путей преодоления рака. Поэтому это открывает очень серьезные возможности. Поймите, нам не угрожают никакие роботы, нам угрожает другое. Люди не хотят идти в цех. Дальше. Никакие 3D-принтеры не заменят простого, обыкновенного термопласта-автомата. Но что позволит сделать 3D-принтер? Если мне нужно сделать прототип, пресс-форму, то мне нужно делать 3 месяца, потратить на это 100 тысяч долларов. А я могу это за 3 недели прототип сделать за такие же деньги на 3D-принтере. А может даже дешевле. Только для прототипов. Это помогает. Поэтому сеть инноваций не наоборот только помогает. Резких перемен не будет. Человеку надо будет нагреться, человеку надо будет поесть, человеку надо встретиться с друзьями и выпить пиво. Почему нет? Ничего этого не поменяется еще много, много, много сотен лет. А вызовы будут крутые, пики будут крутые. Мне на предыдущей панели задавали вопрос. А как вы готовитесь на то, что поменяются цены на сталь? Например, в 2,5 раза. Поймите, если бы цены поменялись для меня, а для Василия Ивановича не поменялись, то я бы напрягался. А если для всех поменялись цены в 2,5 раза, то это окей. Посмотрим, кто сильнее, кто выживет в этой ситуации. Костя, но идея неплохая, честно. Вот собственно об этом я хотел сейчас поговорить. О рисках и перейти к обсуждению для малого бизнеса производственного, промышленного, инновационного, как ему становиться средним, как масштабироваться, как учитывать риски. Константин, давно вы уже не были предпринимателем малым, хотя стартапов и так много у вас достаточно. но все-таки если посмотреть на малый бизнес, который стремится стать средним, какие риски в первую очередь нужно учитывать, на что смотреть? Смотрите, не надо ни на что учитывать, ни на кого и ни на что не надо смотреть. Нужно просыпаться, вставать и идти делать дело. Теперь смотрите, да, у нас уже крупная компания, безусловно, но я же помню еще свое как бы достаточно бедное детство и такую слабо обеспеченную юность. И мы запускаем новое производство. Ну, например, я рассказывал пример. Мы вложили 4 миллиона евро, купили технологию по производству вставок для биметаллических реакторов, запустили это производство. В декабре достигли продаж 3 миллиона гривен в месяц, при плане в 40 миллионов гривен, а занимались уже до этого год данным вопросом. Я собрал что делать, мне дали советы, что давайте наймем там план, давайте сделаем там четкую, изучим рынок, закажем аналитику, пришлем консультантов. Понимаете, мне комфортна эта история, но в этой истории не было проехать заводы-производители, потому что организм ищет ленивый, простой ответ. Вместо того, что нужно встать, подняться и поехать к своему клиенту, узнать, почему он не покупает. В июне мы продадим биметаллический вставок на 30 миллионов и однозначно в сентябре сделаем 40 миллионов. Поэтому послушайте, да ни на кого смотреть, ни на кого не слушать, не брать каких-то советов, а брать и делать. Задача бизнесмена это увидеть, где возможность, просмотреть, где узкое место, пообщаться с своим клиентом и продавать продукцию, потому что все вторично. Можно настроить и международный учет, можно и построить совет директоров и стратегию на 5 лет, но если нет банально продаж, то ничего построить невозможно. Продажами нужно заниматься самому. И продажи, продажи, продажи. Продажи, продажи, прибыль. У клиента спросить. Вячеслав, есть компании, которые стремятся к диверсификации, захватить как можно больше территорий, увидеть много прибыльных направлений. Новая почта постоянно уже много лет отказывается, отказывается, концентрируется и даже вроде бы как направление, которое синергетичное, вы все равно их откладываете, утверждая, что недостаточно компетенции и концентрируетесь на своем. Вот такая концентрация, она минимизирует риски или почему именно так вы подходите? Я смотрел недавно список Fortune 500, есть такой в Соединенных Штатах, очень популярный список, там любят не Forbes, там любят Fortune 500. Почему Fortune 500? Потому что он учитывает там очень прозрачная система оценки, она оценивает и капитализацию, и стоимость, и прибыль, и продажи, и так далее, и так далее, получается интегральный показатель. так вот, в списке, где-то там в районе 30-го места, что для штатов очень много, есть две компании из нашей индустрии, это компания UPS и это компания FedEx, это легендарные компании, если FedEx работает с 75-го года, то UPS сейчас, если я не ошибаюсь, порядка 120 лет. на самом деле это два примера из нашей индустрии мега фокусировки. Это компании, которые, как и все, прошли этап, когда очень хотелось сыграть во что-то еще, да, вокруг неимоверно много, неимоверно много разного рода соблазнов, да, и, но для того, чтобы реализовывать, для того, чтобы быть там успешными, нужно на самом деле менять парадигму и нужно становиться не компанией, а фондом, как это сделал, например, господин Хмельницкий. Если ты становишься фондом, окей, это совершенно другое отношение к каждому бизнесу. К каждому бизнесу ты относишься как к инвестиции и это другая философия. Наша философия по-прежнему остается мега фокус. Это работает, мы продолжаем расти на двузначную цифру в год, мы обслуживаем неимоверно взлетающие индустрии, такие как электронная коммерция и в принципе ну как бы знаете грех жаловаться, да, поэтому я по-прежнему верю в фокус. Второе, ну на самом деле нам частично повезло с выбором нашей индустрии, потому что индустрия настолько сложная и настолько разновекторная, что она позволяет реализовать себя в очень многих сферах. Ну, например, в группу компаний входит компания Novopay, которая является лидером денежных переводов. Лидер рынка денежных переводов входит в группу компаний Новая Почта. С одной стороны это про фокусировку, да, потому что это финансовые услуги, которые связаны с логистикой. С другой стороны, мы давным-давно победили в Украине Western Union, например. Поэтому я считаю, что в рамках в рамках мега фокусировки можно и нужно интересоваться в том числе и входить в другие смежные индустрии, да, можно выстраивать вертикальную интеграцию. Главное, на мой взгляд, это не ставить перед собой цель быть семнадцатым в там в какой-нибудь семнадцатым номером на рынке чего-то, да, главное это быть либо первым, либо от силы вторым. Тогда ты снимаешь, тогда победитель не получает все. Вот моя стратегия. Круто, круто. Спасибо. Василий, да, ну вот у вас другая стратегия, стратегия диверсификации. А вот так получается, как я слышу от Константина, что для предпринимателя начинающего, только стремящегося войти там в лигу средних предпринимателей, самое важное сконцентрироваться, ЕБШ и так дальше. А есть ли другие альтернативы? А может ли предприниматель появиться как идеолог и сразу быть генератором идеи, отдающих их направо-налево каким-то реализатором? Так возможно стартовать бизнес? Это мы с друзьями недавно спорили о предпринимателе. Можно этому вообще научиться или это талант, который с детства дается? Вот я четко убежден, что от этого можно научиться. Но парадокс заключается в том, мы даже знаем, где. Смотрите, наверное, если у человека есть еще талант и он предприниматель, он просто быстрее по лестнице пойдет успеха. А принцип предпринимательства это наука. И я хочу сказать, что у нас было вин-вин-шоу, я там участвовал и мы просмотрели наверное сотни маленьких предпринимателей и что я заметил, а предприниматели маленькие, у них проблемы, они не хотят учиться, они вообще не хотят учиться. Они говорят, дайте денег, вот денег дайте. А на самом деле денег в мире полно. Денег в мире просто надо иметь знания, чтобы к ним добраться. Но это просто надо учиться, вот как Костя говорит, надо работать. Я, кстати, не поддерживаю там ЕБШ 24 на 7, потому что я как раз балансирую, если у меня работник работает больше 12 часов, то это плохо. Я его заставляю после 10 часов идти в спортзал, идти в семью, потому что он выгорит. Я же тоже, вопрос немного работать, а эффективно работать. Ну, конечно, ты должен работать чуть больше, чем твои конкуренты, это понятно. Поэтому я считаю, что не просто работать с утра до вечера, а получать знания, учиться и внедрять их, получать, внедрять, делать ошибки и внедрять. Поэтому малый бизнес быстрее вырастет в средней, если они учатся. Знаний много. Давайте подумаем, да, это катастрофа, что у нас нет западных компаний, это плохо, к нам не идут. С другой стороны, у нас нету супер мощных конкурентов, мы можем сегодня в стране делать нереальные проекты. Просто нам нужно знания, а знания доступны. Люди не хотят потратить время, чтобы их получить, не хотят рисковать, чтобы эти знания внедрить в жизнь. Я считаю, вот это проблема. И если это делать, перед вами откроются любые двери, и вы точно заработаете сотни миллионов долларов. Вот этот порог, учиться и внедрять, это самая важная вещь. Спасибо. Браво. Перейдем к вопросам. Я напоминаю, что вопрос, вы знаете, где в чат-боте. Планирует ли новая почта или розетка, ну спросим розетку, об этом, стать участником товаропроводящей цепочки на фармацевтическом рынке? А вот так. Планирует ли розетка? Я отвечу с другой стороны. Новая почта уже стала участником этой цепочки, поэтому розетка не хочет от этого отставать. Спасибо. У меня вопрос ко всем от Владислава Патоки. Владислав тоже присоединился к футурологам. Заглядываете ли вы в долгосрочную стратегию на 7-10 лет, закладываете ли вы очередной кризис? Вы закладываете очередной кризис, а он-то будет, утверждает Владислав. Если да, то как внедряете антихрупкость? Так подключил он и Талиба тоже к нашей дискуссии. Ну что, кто готовится к следующему кризису или вы еще пока в этом? На самом деле я согласен с уважаемым футурологом по поводу того, что кризис будет. Что меня тревожит вообще в современном мире, что меня тревожит за последние полтора года, когда я вижу бодрые сообщения о том, сколько, например, президент Соединенных Штатов собирается вложить в экономику США для того, чтобы вывести ее из кризиса. Когда я слышу, сколько евро дает Евросоюз каждому неработающему предпринимателю во время локдауна, я понимаю, даже когда я вижу неимоверное количество денег, о которых сказал Василий Иванович, это очевидно, потому что идет бум IPO, потому что оценки бизнесов, капитализация достигла неимоверных масштабов, и это явно оторвалось от объемов производства. Я понимаю, что мир накачивается пустыми деньгами. пустыми деньгами, которые печатаются неимоверной скоростью. Поэтому, наверное, не нужно быть футурологом или нужно быть циничным футурологом, который просто знает, что будет, чтобы понять, что когда-нибудь этот пузырь взорвется. В мире слишком много денег. Деньги продолжают печататься. Наверное, их будут продолжать печатать дальше. За этим не успевает создание какого-то реального продукта, не успевает за этим всем. Поэтому, наверное, что-то произойдет, и как бы это надо понимать. Ждем ли мы этот кризис, точнее, записываем ли мы его в стратегию, мы же не знаем, когда это произойдет. Мы даже не знаем, будет этот пузырь, он лопнет, или его мягко, каким-то образом спустят на тормозах. Рецепт, который мы видим и который мы закладываем в нашу стратегию, только один. Ты должен создавать value. Ты должен не утилизировать пустые деньги. Ты не должен быть стартапом, который не заработал никогда за свою историю одного доллара, но получает миллиардные оценки. Ты должен делать реальную value. И тогда, какой бы кризис не был, за тебя заплатят или за твои продукты заплатят. В этом мы видим в нашей стратегии защиту от любого рода кризиса. На удивление одновременно пришло два вопроса, они мгновенно пришли, один из них. Что вы думаете про криптовалюту и собираетесь ли интегрировать ваш бизнес? Это прямо под ваш комментарий. И при сегодняшней политической власти бизнесу стало легче или тяжелее? Подписано Хмельницкий активное. Легче стало или тяжелее? Итак, два вопроса. Ответьте на любой из них или на оба. Итак, криптовалюты. Рассматриваете ли вы это как инструмент для вас в будущем? Ориентируетесь ли вы на него? И при нынешней власти легче или нет? Я не ориентируюсь, возможно, я ошибаюсь, но я считаю, что это какая-то неживая, скажем так, история. Это про власть или про криптовалюты? Я пока про криптовалюты. Да. И считаю, что это, то есть я понимаю, зачем их использовать в криминальном мире, но зачем их использовать в реальном мире, пока не понимаю. Хотя из положительного для криптовалют государства сошли с ума с точки зрения регулирования бизнес-деятельности, в связи с тем, что много денег, уже никто не понимает, куда они происходят, эти деньги, откуда они берутся. И комплайнс в банках, комплайнс в регулирующих органах, борьба с международным бизнесом, с большим бизнесом приводит к тому, что люди будут, как и бизнес, ищут другие способы проводить свои сделки, скажем так, вне, я бы хотел сказать, не правового поля, и это так часто и случается, оно в общем вне регулируемого поля, то есть вне вот этого банковского поля, вот этого всего сумасшествия, поэтому шансы у криптовалюты в принципе есть. А с точки зрения государства, ну, мы стараемся жить отдельно от государства и быть максимально далеко от любых чиновников и от любых их как бы решений и так далее. конечно, на нас это все влияет, но самое главное изменение в моей жизни произошло в 2014 году, когда в результате революции мы выгнали и начали с нуля, и после этого стало прям сильно-сильно лучше. При смене президента и вертикали власти были какие-то попытки как-то вспомнить прошлое или вспомнить былое и слава богу в общем-то к чести текущей власти этого не случилось. Поэтому после 2014 года ситуация улучшается для бизнеса. Константин, вопрос, конечно, для новой почты и розетки, но здесь про нечто страшное. Спрашивают про умные мусорные баки. Это я с опасением глядя в будущее, если и мусорные баки будут умные. Но спрашивают, собственно, о том, планирует ли новая почта и розетка внедрять инновации в своих точках продаж. Планирует ли новая почта, Вячеслав? Да, безусловно. Ну, как бы общий вопрос, общий ответ. Планирует ли внедрять? Конкретный, про умные мусорные баки. Да, смотрите. Я пока не знаю, что такое умные мусорные баки, вернусь в офис и задам вопрос своим сотрудникам. Но у нас точно есть направление, которым мы занимаемся, которое генерирует инновационные идеи, связанные с ресайклингом, назовем это так, отходов, материалов, которые в том числе продуцируют наши компании. Мы очень активно в этом направлении работаем. там даже уже начали получать гранты от ЕБРР за усилия в этом направлении. Смотрите, вот есть тренды в мире, которые не обсуждаются. И мне кажется, что тренд на экологичность, тренд на то, чтобы ты был грин, он очевиден для всех уже. Более того, рациональная сторона вопроса в том, что за такие компании будут платить больше. В мультипликаторе капитализации всегда он будет больше у компаний, которые занимаются и озабочены вопросами экологии. Поэтому по большому счету ни у меня, ни у Славы, ни у Константина, ни у Василия Ивановича нет вариантов не стать грин. Мы это видим даже по этому парку, который на самом деле точно обрамлен зеленью, где будет много деревьев и так далее. Это тоже экологичность. Поэтому отвечая напрямую на вопрос про умные мусорные баки, мы разрабатываем очень умные мусорные баки и точно будем заниматься экологией впредь. Будут ли они заниматься сортировкой посылок и мусора одновременно это большой вопрос. Константин, есть вопрос во-первых 2-1 матч закончился. Поздравляю. Победа украинской сборной. Как преодолеть психологический барьер у нашего производителя выйти на внешний рынок со своим продуктом? Вопрос от Mybox Logistics. Как преодолеть этот психологический? Я понимаю, что у Вас никогда его не было в бизнесах. Наверняка Вы сталкивались с ситуациями, когда люди делают интересные, хорошие инновационные продукты, но боятся преодолеть барьер. Я честно даже не понимаю формулировку такого вопроса. Как делать продукт, который ты сам, в который ты веришь и который любишь, и для того, чтобы бояться его показать, это то же самое, что нарисовать картину и даже друзьям ее не показать. У нас никогда таких барьеров не было. Мы всегда делали продукт и сюда выводили его на экспортные рынки. Потому что я считаю круто сделать продукт в Украине и продать его на экспорт. Ну, например, группа компаний Триба продает тормоза на Гатвик Экспресс. Все поезда с Лондона на Гатвик Экспрессе едут на наших тормозах. Ну, это же круто. Мы поставляем на Ниссан, на Рено, на Митсубиси, на Шкоду, на Фольксваген, на Пежо, на Ситроен наши запчасти. В моем Фольксвагене, на котором я езжу, пять деталей, произведенных на нашем заводе. Ну, что может быть круче? Вы знаете, я хотел два слова сказать про государство. Стало однозначно легче и стало однозначно проще. Мы получаем спокойно НДС, нас не кошмарят какие-то проверки. Но я хочу навести в медицине. Вот у нас есть в медицине две суботрасли, которые абсолютно частные, где государства нету вообще. Это стоматология и это клиники экстракорпорального оподотворения. Эти две отрасли это отрасли мирового уровня. Я вас уверяю, что киевские стоматологические клиники лучше, чем стоматология в Соединенных Штатах Америки. У них более современное оборудование. Они делают более крутые операции. Это более доступно и более дешево. Система это многомиллиардная отрасль на рамках страны. Экстракорпоральное оподотворение зародилось только как частная отрасль. Там государства не было отродясь. Это многомиллиардная отрасль. И Западная Европа и вся Азия находятся у нас от самих циклов экстракорпорального оподотворения до суррогатного материнства. Это миллиардная отрасль. Это классный четкий пример. Вот третья отрасль, которая к этому приближается, это роддома. Все платили в роддоме. Все платили. Эту отрасль, если сейчас ее продать, это даст и инвестиции и будет точно лучше, чем там пытается что-то вмешиваться и регулировать государство. Поэтому я считаю, что если сейчас уже более созревшаяся и более сильная государственная машина начнет делать вот такие смелые поступки, то мы еще не раз поградимся нашей страной, как сегодня победой над Северной Македонией 2.1. Браво. Василий, пожалуй, последний вопрос задам от нашего участника. Кость, ты еще забыл одну индустрию, вот сидит справа от тебя. Это украинский e-commerce, которым тоже можно гордиться и который тоже создан из-за и благодаря полному отсутствию всякого регулирования. Поэтому действительно то, где не присутствует государство, у нас получается лучше всего. Об этом надо написать стратегии экономического развития. Принято, принято учту. Но я хотел бы сказать, что и новая почта тоже хорошо получилась, несмотря на... у нас тоже, между прочим, был интересный кейс, когда, как это ни странно, при минус двух генерациях власти было отменено лицензирование в области доставки. И это произошло, если я не ошибаюсь, где-то в десятом году. И это точно стало драйвером и для индустрии доставки, и в свою очередь для индустрии e-commerce. У государства есть Академия Наук. В Академию Наук входит 130 институтов. Если вы зайдете в Скопус и посмотрите научные публикации, то их в Академии Наук практически нет. Вот скажите, кому нужен сегодня в центре Киева институт электро- или газосварки? Зачем он кому нужен? Кому нужны академики с заработной платой 12 тысяч гривен? Если мы не можем элементарно вся страна, у нас соберется 20 команд, которые будут ходить и рассказывать, что они могут сделать вакцину. Но реально команд, которые могут построить эту технологию в стране нет. Почему эти институты взять их 100 институтов продать, а 30 не отдать фундаментальным вузам университету Шевченко, политеху, аграрной академии и богомольца сконцентрировать этот ресурс и поддержать несколько тем, которые мы можем тянуть фундаментально. Я считаю, чем быстрее государство выйдет из этих вещей и упростит эти вещи, тем будет круче. Я найду пример, почему классно такие примеры, как вот индустриальный план Белой Церкви, который поддерживает Василий Иванович. И как таким вот проектам нужна поддержка. Потому что, смотрите, мы, конечно, построили 4 завода, и мы дальше будем строить заводы. Нас не остановить, мы уже это понимаем. Но послушайте, хочу ли я, чтобы мои дети и учу ли их это, например, нашли взвод атошников, оформили на них по 2 гектара, потом приватизировали это, потом оформили это на фирму, потом выкупили, потом фирму ликвидировали, потом нашел ли выход на губернатора, договорились, чтобы нас подключили к электроэнергии, потом попадет какой-то облученный из Киевоблэнерго и скажет, что это стоит полтора миллиона долларов. Хотя строил эту подстанцию не он, а строил ее Советский Союз. Они не вложили деньги пока еще в свои сети. Я не учу их пойти договориться с водоканалом, чтобы построить эту коммуникацию. Послушайте, нам надо создавать индустриальные парки, делать поддержку и спекойно идти вперед, любить и делать дело, себя не оставляя на потом. Это Макаревич, я его очень люблю. Спасибо. Спасибо, Константин. Боюсь только, что журналисты запутаются, потому что с одной стороны мы закрываем институт ПАТО на электросварке, с другой стороны не хотим идти в электросварщики. И тут может быть путаница. Василий, вот вопрос... Во-первых, я предлагаю Костю отправить в политику. И мы тогда увидим результаты. Я думаю, сегодняшний форум уже выдвинул его. Василий Иванович уже давно хочет стать CEO биофарма. Но там просто хорошо платят, и я поэтому пока там сижу. Василий, вот пишут тут порядка пяти сообщений. Ну а если стеклянный потолок для бизнеса, если мы недостаточно велики для того, чтобы идти в большие фонды за деньгами, если мы сами боимся сделать этот следующий шаг, ну вот как преодолеть предпринимателю ограничения, которые может быть только в мозгу, может быть с невозможности найти деньги. Как это преодолеть, как прорваться сквозь кризис малого бизнеса? Во-первых, должен быть креативный подход. Вот я сейчас сидим, мы сидим с господином Чечеткиным, у него одна розетка, правильно? А у меня завод по розеткам. Это, думаю, если я предложу ему обменяться, он пойдет на это или нет? Смотрите, да уверенно, все мы, вот я сварщик был, представляете, я начинал с того, что я работал на сварке, а потом пошел работать вечером, еще разносить раствор. И если бы я думал бы, что я сегодня буду строить города или индустриальные парки, я никогда бы на это не пошел бы, это нереально. То есть шаг за шагом, вот уверенность в человеке. И самое главное, не надо мечтать о миллиарде. Вот люди почему-то сразу хотят заработать 100 миллионов, 500 миллионов. Заработать 100 долларов, 200, 500, 1000, это очень круто, потому что каждый следующий шаг ведет вас к следующему шагу. Поэтому уверенность, я считаю, это 90% успеха. И вот я вижу, ко мне там подходят люди, делятся своими проблемами, спрашивают меня. Ну да, у меня сегодня, честно, подошло человек 150. Ну 50 человек, я дал совет, рассказал свой опыт. И если им это помогло, и они стали более уверены, это точно путь к успеху. Поэтому никто за вас ничего не сделает. И поверьте, друзья мои, вот сейчас нету ни одного человека в мире, который думал бы, чтобы вас, конкретно вас, сделать счастливыми, успешными и богатыми. Все у вас в руках. Это точно можете сделать только вы. А мы, наша задача поделиться своим опытом, поделиться своими ошибками, и чтобы вы их просто не делали, а добились успеха сами, самостоятельно. И когда вы добьетесь, поверьте, что мы будем тут все счастливы. Спасибо. Как говорил Владимир Вишневский, планирую, как ни тяжело какие-то здесь строить планы, что предстоит, то не прошло, и поправимо, как ни странно. Большое спасибо. Василий Хмельницкий, Вячеслав Климов, Константин Ефименко, Владислав Чечеткин. Спасибо.